На Западной Украине практически парализована работа дорожной милиции, регионы, жители которых по сути составляли костяк Майдана, после переворота вынуждены самостоятельно разбираться с бытовыми проблемами. Такие новости от российского канала НТВ во вторник услышали миллионы телезрителей в разных странах. Ведущий рассказывает о напряженном дорожном движении. Особенно внимательно останавливается на этом видео. Крупный затор, якобы на западе Украины, снят на автомобильный регистратор. Туда ехали европейцы, а назад уже едут простые граждане Украины. На самом деле водитель зафиксировал затор между Киевом и Межигорьем. Еще 23 февраля очередь желающих посмотреть резиденцию была настолько велика, что образовалась крупная пробка. Эти и другие случаи подтасовок фактов и дезинформации от российских каналов украинцы собирают на специальном сайте. А чтобы неправдивая информация не повредила национальной безопасности Украины, в нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания призвали провайдеров и операторов прекратить ретрансляцию ряда российских телеканалов. Такая ситуация в информационном поле Украины вызвана необходимостью обеспечения информационной безопасности в соответствии с решением СНБУ Украины от 1 марта 2014 года о неотложных мерах по обеспечению национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины и обращением Совета национальной безопасности и обороны Украины в Национальный совет. В начале недели к призыву нацсовета прислушались половина украинских провайдеров и кабельных операторов. Согласилась прекратить ретрансляцию каналов «Россия-24», первый канал «Всемирная сеть», «РТР Планета» и «НТВ Мир» в аналоговом формате «Компания Воля». В компании «Триолан» призыв нацсовета не комментируют. Пока в Харькове по-прежнему можно смотреть российские каналы. Засобы массовой информации, которые ведут целеспрямованную пропаганду против украинской державы, они достигли своего результата. Сегодня часть нашего населения ставится ворожей к своей державе. И это достигнуто самыми засобами этой информационной войны. В областной организации Национального союза журналистов говорят, информационное пространство Украины надо закрыть от российских СМИ, чтобы избежать нагнетания обстановки. Но расстаться с российскими каналами готовы пока не все харьковчане. Они говорят, привыкли смотреть новости и от украинских, и от российских журналистов. «Выбор должен быть. Ты должен смотреть, сам думать, анализировать. А так просто у тебя не будет этого выбора». «Все опознается в сравнении. То есть слушаем обязательно Харьковские радиотелевещания, и слушаем обязательно Центральные издания и, конечно, Россию». Запрещать их нельзя, но действительно какие-то определять, что правильно, что неправильно, в изложении информации это нужно. В областной организации Национального союза журналистов говорят, развлекательные программы и телесериалы, созданные в России, можно оставить в украинском эфире, но информационные программы стоит запретить. И подчеркивают, скорее всего, такая жесткая мера будет временной. Ксения Абай, Борис Буцевич, Евгений Педин, Медиагрупп Объектив.